Струковский сад ждет масштабное благоустройство. Это связано с подготовкой Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года. Проект сейчас утверждает в администрации Ленинского района и областном Минкульте. Разрешение на работы подрядчики рассчитывают получить уже в декабре. У самарцев есть свои планы на любимое место отдыха. Очень много семей гуляет в парке. Также я являюсь студенткой Самарского государственного технического университета. Этот парк находится напротив нашего корпуса и в весенний и в летний период мы достаточно очень много времени там проводим при подготовке к сессии. Я считаю необходимо, особенно дорожки отремонтировать, лавочки. Струковскому саду уже более 150 лет. Открыли его в Самаре по предложению губернатора Черкасского. И в 19 веке и сейчас это любимое место отдыха горожан. Здесь даже проводятся, по-моему, какие-то праздники. Как-то охота, чтобы люди приходили в красивое место, чтобы было приятно туда сходить. Там есть фонтан с газелью, по-моему, если я не ошибаюсь. Его можно было тоже включить. Он довольно красивый был пару лет назад. Очень охота, чтобы он работал заново. Весной стартует благоустройство Струковского сада. Появятся новые тротуары, освещение, туалеты и эстрады. Аварийный бассейн, который давно не эксплуатируется, снесут. Полностью Струкачи благоустроят к осени 2017 года. Городскому бюджету сад обойдется в 303 миллиона рублей. Для удобства жителей работы планируется проводить с частичным закрытием, чтобы у жителей нашего города и гостей столицы региона была возможность посещать зеленые зоны в летний период. Кроме Струкачей, параллельно приведут в порядок и Волжский склон под драматическим театром. Старый дерн уберут, склоны армируют современными долговечными материалами, установят автоматическую систему полива, засеют новый газон. Уже в этом году проведены подготовительные работы. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.